всем привет друзья с вами ему май сегодня будет офигительный ролик но после того как вы досмотрите этот ролик до конца есть два варианта первый вариант у вас пойдут слезы счастья вы будете рады когда увидите в этих списках бравлера своего любимого которого так сказать усилили и теперь он будет снова крутым но второй вариант вы можете реально расстроиться можете расплакаться потому что пару бравлеров очень сильно ослабит и давайте мы с вами все это заценим но я ставлю одного бравлера напоследок я считаю что это самая важная самая печальная новость для того чтобы узнать об этом ну блин этого бравлера если вы любите ребят считайте что его похоронили это лично мое мнение после того как вы досмотрите этот ролик если вы любите этого бравлера то напишите как вы думаете что будет теперь с ним но об этом я напомню чуть позже так что закидывайте ребята лайк прямо сейчас и мы с вами отправляемся чекать весь баланс начнем с улучшений а потом уже с ослаблений так что погнали открывает этот список кольт если вы переживали что кольт это бравлер который теперь нафиг не нужен потому что перехват убрали не расстраивайтесь потому что теперь его основной выстрел и суперку усилит на 20 дамага каждая пулька будет бить на 320 вместо 300 и это очень крутой баф я думаю он ему немного поможет стать популярнее потому что кольта сейчас не часто встретите но следующий у нас на очереди динамайк и динамайк это бравлер который реально лупит очень больно если научиться на нем круто попадать и особенно если вы там умеете еще на нем прыгать распрыжки то это по-любому ваш день потому что его основная атака вместо 760 шашки будет бить на 800 и это очень круто блин мне теперь страшно подумать что будет если динамайк просто два раза полным набором попадет тебе в башню это будет очень больно эль прима добавили 200 хп блин и так очень жесткий танк но не особо сейчас популярен особенно на больших кубасах особенно в турнирах так что ему добавили 200 хп теперь его заряд жизни будет 6 к это очень круто м с добавили не только здоровье теперь здоровье стало на 200 больше но еще и добавили немного силы для ее звездной силы которая хилит который наносит не урон а хилит она не особо популярна поэтому теперь она каждую секунду будет хили по 4 сотки вместо 300 и возможно теперь ее будут хоть хоть когда-то юзать а то вообще в игре такое не встретишь у нас на очереди фрэнк и фрэнку добавили 300 хп боже за что ему столько хп если взять еще и губку там блин там по 10 к уже хп скоро будет я вам отвечаю в общем погнали дальше усилят в том числе и лена ему добавят теперь атаку с его так сказать спиннера кто-то говорит сурикен но скорее всего это спиннер и теперь спиннер в упор на максимально так сказать близкой дистанции чтобы выдать максимальный урон будет давать 178 урона вместо соточки вы просто вдумайтесь он иногда просто забегать тебе в спину и выпиливать тебя с двух очередей но сейчас он это будет делать еще больнее и это реально страшно следующий у нас пэм если вы любите пэм то знаете что ей добавили плюс 300 хп и она и так живуче так еще и сверху лови плюс 300 чтоб тебя вообще не убивали это наверное тоже круто для тех кто любит пэм и возможно сделают ее немного актуальней потому что сейчас ее реально очень редко встреча если только там где-то в соло шдэ на больших кубасах где тиммится и все на этом пока в том числе тоже усилит ему добавить 200 хп потому что его но после того как вышла by вышел мистер пи макс он стал не особо актуален он раньше был очень крут его брали и просто всех откиливали но ту же розу сейчас by на изи остановит как бы пока не хилил просто две заряженные тыки и все минус 6 к хп так что пока немного усилили возможно он будет теперь актуальнее в том числе как и те бравлеры которых но реально не юзует и решили всех их усилий чтобы они стали немного популярнее и конечно же коснется дело спайка спайк это тот бравлер который на самом деле все равно недооцененный и его тоже иногда в турниры берут там где есть подходящая карта ему добавили теперь немного основной атаки она теперь бьет по 520 вместо 480 это имеется ввиду минимальная прокачка так что если вы его еще прокачайте будет лупить очень жестко имейте ввиду вот следующий бравлер которого я здесь никак не ожидал увидеть это тик блин конечно тик не особо популярен но даже если взять какие-то подходящие карты в баунте он тащит и в турнирах его очень часто берут и он может прям лютый замес устроить всей команде если хорошо играть ну и не поверите ему добавляет урона к основной атаке теперь на 40 будет больнее бить каждая минка 680 вместо 640 и я считаю это очень жесткая тема потому что тик теперь в турнирах будет еще имбови мне кажется это реально жесткая тема но теперь мы подошли к списку когда уже будем не радоваться а наоборот грустить и начнем мы сразу с очень серьезной поправки это 8 бит теперь его дополнительная жизнь ну как вы знаете раньше пофиксили у вас при появлении не было зарядов ребята готовьте поканет теперь после появления у вас не будет еще и щита я не знаю по поводу зарядов вроде бы ничего про это не написано значит все остается так же когда вы так сказать получили дополнительную жизнь вы возродились у вас нет ни щита ни зарядов так что выживайте как хотите счастья здоровья удачи вам и всего хорошего блин это конечно шутки шутками но я думаю что это серьезная тема теперь возможно бита мы так часто в шеде не увидим на больших кубасах но кто знает может все равно так же дальше будут юзать тупо хп там дополнительная жизнь может зарешать и пару мест тебе прибавить допустим не 5 а там топ-3 например как так а можно и вообще затащить соло но без щита теперь выжить крайне будет сложно если рядом какой-то дэрил и так я играл на бите в шеде там дэрил залетает тебя убивает собирая твои банки и просто немного отходит теперь ему даже не нужно будет отходить он просто будет ждать пока ты возродишься так сказать лунчик я родился и до свидания следующая грустная новость будет касаться тех кто любит бит чтобы вы понимали бит это очень хороший очень мощный бравлер она многое изменила она уничтожила просто тактику пока роза но теперь немного угомонить пришлось и и и давайте начнем с небольшого нюанса то есть и и медовую броню помните до этого фиксили она работала одну секунду сделали 0 6 но вот прикол в том что теперь эту медовую броню немного усилили она теперь будет действовать так же как раньше одну секунду но почему я сказал ее ослабили прикол в том что теперь ее медовая броня будет работать только один раз за игру то есть если вы идете в 3 на 3 вам сбивает медовую броню все ребята good luck удачи то же самое что и с битом она больше уже не будет работать как доб жизнь то же самое в 3 на 3 доб жизнь только один раз срабатывает дает тебе один шанс и теперь то же самое будет сбит это очень серьезная поправка и я думаю она люто коснется бим возможно мы их теперь не увидим 3 на 3 потому что тот же мистер пи дает там три тыки и нету уже медовой брони но если дал еще одну то и нету и бить и следующая серьезная тоже тема касается любителей карла карл тоже очень жесткий бравлер и теперь они решили ослабить его защиту от урона когда он под щитом и теперь она будет защищать всего лишь 30 процентов вместо 40 то есть 10 процентов я думает тоже важная тема иногда карл вот прям на этих десяти процентах на лютом там лоу хп выживает и побеждает так что возможно теперь этого не будет и есть два бравлера тоже очень сильно ослабили давайте я начну наверное с одного а вот потом коснемся того о ком говорил в начале и мистер пи это очень серьезная поправка не знаю буду ли я теперь а быть мистер пи на 35 ранг все-таки я думал что баланс будет немного позже но мы его в любом случае проверим потому что его станция в любом случае остается им бой но ему ослабили дальность его атаки и она теперь на 12 с половиной процентов будет меньше я согласен потому что мистер пи очень большая дальность была хотя если если грамотно попадать то я думаю в принципе это не проблема потому что основной нюанс будет касаться того как ты хорошо попадаешь но и сама станция она конечно тоже будете всегда помогать в любом случае ты будешь также контрить на меду джина потому что джин будет постоянно вытягивать твоего маленького пингвина и и еще би би тоже она вроде может накопить заряженный выстрел но потом этот заряженный выстрел попадет туда же в твоего помощника так что как то так посмотрим что с мистер пи будет дальше посмотрим эту дальность и самое самое важное что я считаю прям точкой в этом бравлере это дэрил ребята если вы любите дэрил то имейте ввиду что блин его похоронили это лично мое мнение но сами подумайте его щит ослабляли два раза и теперь это ослабляет третий раз но если до этого так аккуратненько чуть 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 снижали сейчас просто вдумайтесь его щит ослабили почти до секунды почти два с половиной раза она была 2 и 5 секунд то есть две с половиной секунды сейчас она 0 9 секунд то есть даже одной секунды у вас не будет считай это реально порой бесило на тебя залетает дэрил он тупо прет на тебя две секунды и ты его не можешь остановить теперь такого ребята не будет теперь прощай дэрил ты был хорошим для меня другом но увидимся с тобой как-нибудь в следующем балансе если шутки шутками то я думаю ребята это серьезная тема и посмотрим вообще будут ли теперь юзать дэрила потому что ну блин я вам просто сравнение оставлю теперь уби и щит работает дольше чем ударила это просто невероятно так что ребята если вам этот ролик понравился обязательно закидывайте лайк и надеюсь что я это успею опубликовать до тренировки но возможно если это вы увидите немного задержка то знайте что я просто был в зале либо до сих пор в зале и просто в отложку куда-то закинул но в общем ребята обязательно закидывайте лайк с вами был ума надеюсь вам этот ролик понравился ждите скоро более интересных новостей а